Привет, привет, друзья, подписчики и привет всем, кто смотрит мое видео. В прошлом видео я обещал сделать видео о том, как легко убрать из системы охлаждения воздушную пробку. Но последние дни погода у нас такая, что хозяин собаку на улице не выгонит. Поэтому решил сделать другое, но очень интересное видео. Тут я хочу ответить на некоторые часто задаваемые вопросы и коснуться таким передовым технологиям, которые внедряются постепенно в современных машинах. И эти технологии называются Start-Stop и I-Stop. Принцип этих технологий в том, что когда нет необходимости, эта умная система отключает, включит двигатель. Например, на светофоре или в пробке. Когда водитель захочет тронуться, двигатель автоматически включается и можно двинуться. Конечно, есть отличия между этих системами, но принцип в том, чтобы снизить расход корючего и вредные выхлопы в атмосфере. Системы управления этих технологий осуществляют не только установку и запуск двигателя, а также контроль заряда аккумуляторной батареи. Там, где есть система Start-Stop и I-Stop, в машинах устанавливают аккумулятор увеличенной емкости. Произвести замену аккумулятора не так просто. Например, на некоторых автомобилях перед заменой тайной АКБ нужно произвести ряд манипуляций. Прописать его в электронном блоке машины и сбросить возраст батареи и количество пусков мотора. То есть, подружить адаптировать аккумулятор и мозги автомобиля. Тут ниже в описании видео оставлю полезную ссылку на видео инструкции, как настроить I-Stop систему и инициализировать аккумулятор после замены на Mazda CX-5. В связи с настройкой системы и инициализацией аккумулятора возникают многие трудности. При эксплуатации. Многие владельцы мечтают, как избавиться и отключить вообще эту систему. Но в самом деле, если разобраться, все сложное и запутанное очень просто. Тогда знание – это сила. Часто неполадкой этих систем является неправильно подобранная или устаревшая аккумуляторная батарейка. В других видео, когда я получу свою машину из Америки, еще вернусь к этому вопросу. И до этого еще раз буду много интересную информацию. Но сейчас мы разберемся в вопросе, какую именно аккумулятор нужно купить и подобрать для таких машин, которые оснащены системой старт-стоп и аистоп. Многим интересует этот вопрос, и в том числе мне. Именно из-за этого я принялся искать информацию в интернете, и вот что я раздобыл. Для таких машин, которые оснащены системой старт-стоп и аистоп, специально были разработаны келевые автомобильные аккумуляторы с технологией IGM и FFP. Запомним эти аббревиатуры. Аккумуляторы IGM. Аббревиатура IGM расшифровывается примерно так. Абсорбент класс МЭТ. Абсорбирующий мат из стеклового окна. В IGM аккумуляторах нет привычного жидкого электролита. Он адсорбирован. То есть, впитан специальными вставками между пластин. Это не только позволяет ему работать в любом положении, под углом, на боку или перевернутом, но и существенно улучшает характеристики батареи. Аккумуляторы IGM отличаются высоким пусковым током. Не боятся глубоких разрядов и быстро заряжаются, благодаря низкому внутреннему сопротивлению. Срок службы аккумуляторов IGM намного выше, чем у их жидкостных собратьев. В IGM аккумуляторах нет привычного жидкого электролита. Технологии IGM уже полвека, но раньше такие батареи применяли лишь в авиации, мотоциклах, автоспорте и компьютерной технике. Цена на аккумуляторы IGM немалая. С появлением на машинах системы старт-стоп и ай-стоп все изменилось. Именно здесь раскрылись сильные стороны IGM батареи, а их веносливость и солидный ресурс оправдали высокую стоимость. Аккумуляторы EFP ЭНХАСИД ФЛОДИТ БАТАРЕЙ Усиленная батарея с жидким электролитом создавались специально для системы старт-стоп и ай-стоп в качестве доступной и более дешевой альтернативы, чем IGM батарейки. Жидкий электролит в них есть, но его примерно в три раза меньше, чем в классических обыкновенных свинцово-кислотных батареях. Цена на аккумуляторы EFP ниже, чем на IGM батарей, а ресурс и устойчивость к глубоким разрядам заметно выше, чем у обычных жидкостных аккумуляторов. Постоянные цикли разряда заряда связанные с работой системы старт-стоп батарей EFP успешно выдерживают. Поэтому именно они рекомендуются на таких машинах. Что лучше, IGM или EFP? Напрямую сравнивать батарей EFP и IGM не совсем корректно. Оба типа аккумуляторов хорошо показывают себя в машинах оснащенных системой старт-стоп и ай-стоп, но делаются они по разным технологиям и для разных задач. IGM способен работать в экстремальных условиях и за это их уважают и покупают водители экстремали. Аккумуляторы EFP промежуточная ступень между IGM и обычной жидкостной батареей. Их можно назвать удачной компромиссом. EFP не сильно уступает IGM в стойкости к глубоким разрядам и скорости зарядки. Это решение для тех, кто не готов переплачивать за экстремальные возможности батарей IGM, а просто хочет нормальную работу в системе старт-стоп или ай-стоп. Ну, наконец-то мы подошли к ответу на вопрос. На что обращать внимание? Как выбрать и купить аккумулятор для автомобилей оснащения системой старт-стоп и ай-стоп? Например, вы заходите в магазин и говорите продавцу, что нужно вам аккумулятор для такой-то марки и выпуска автомобиля. Многие продавцы удивленно вам будут смотреть и будут предлагать ту или иную батарейку, которая вообще не подходит для вашего автомобиля. В таком случае вы должны знать и сказать продавцу, что вам нужен именно аккумулятор, изготовленный по технологии IGM или EFP. Часто эти аббревиаторы указываются на корпусе аккумулятора или там пишут старт-стоп. Вот именно на что вы должны обратить внимание. А другие простые аккумуляторные батарейки вам не подойдут. Если вы купите неподходящую батарейку, может быть после замены и инициализации они будут работать некоторое время. Приборчики, машины покажут, что все в порядке, но через какое-то время начнется высвечиваться ошибки на приборной панельке. И система вам будет сообщаться, что с системой что-то не так. И тут начинается ходьба в разные СТО, где вам будут мозги колбасить. Потом будете искать информацию в интернете о неполадке этой системы. И пройдет какое-то время, как вы догадаетесь, что причина кроется в неправильно продобранном аккумуляторе. Как вы уже поняли, если вы купили автомобиль с такой технологией, то ваш выбор стартной батареи существенно сужается. То, что я не смог объяснить в этом видео связание с такими технологиями, разберемся в другом видео, когда я буду лучше готов к этому вопросу. И еще ответ на часто задаваемый вопрос. Можно ли прикурить аккумуляторы для системы старт-стоп и аистоп? На просторах интернета можно найти ответы, где многие утверждают, что нельзя. А что сделать, если безвыходная ситуация? Если другого варианта нету, отвечу, что можно. Многие пригорили и ничего страшного не случилось. И ничего не взорвался. Просто после такой процедуры с большой вероятностью нужно будет заново настроить систему. А если система не настраивается и не инициализируется, нужно будет перепроверить этот аккумулятор годен вообще или пора ее заменить. Пишите в комментариях ваш опыт об этих системах. Установлена ли эта система на вашей машине? Пишите марку и года выпуска. Пишите, какие проблемы у вас были и как решили. Ваш опыт поможет многим легко решить свою проблему. Спасибо всем за внимание и если это видео было чем-то вам полезным, пожалуйста, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok